Магина Тимирандася Магина Тимирандася Магина Тимирандася Магина Тимирандася Магина Тимирандася Итак, это 33 текст Молитвы Молитвы царицы Кунти Кунти продолжает прославлять Господа Кришны Она прославила его Вспомнила вот эту историю Эта история очень дорога Кришна Дамодар лила Когда еще, да, хотела связать Кришну веревкой Когда он Напроказничал О том, как его глаза Наполнились Слезами И затем идет такая Философская часть Сегодняшний текст 33 В 32 она говорит Одни говорят, что Нерожденные, то есть Кришна рождается для того Чтобы прославить Праведных царей Другие, что Он рождается На радость Царю Яду Одному из самых Дорогих преданных Кто понят? Кто царем Яду был? Правильно Уграсена 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 переводится Как ужасный Полководец Но там, наверное, другие переводы есть Не только ужасный Может быть, там сильный Храбрый Отважный Что-нибудь такое Сцена Так А в нашем стихе она говорит Другие говорят, что ты родился Как сын Васудевы И Деваки Внях Их молитвам Конечно, ты нерожденный Но ты Родился Чтобы Облагодетельствовать Облагодетельствовать их И убить тех Кто враждебно Относится к полу-богам Да, вот этот вот стих Он очень связан Со знаменитыми стихами Бхагавадгиты Шилл Пурпад Даже цитирует один Яда-яда-яда-яда-хи-тармася Гланир-бавати Баратам Абютханам Атармася Тадатманам Сриджам Яда-яда-яда-хи-тармася Яда-яда Где бы религия не приходила В упадок В упадок Он пишется Гланир-бавати Баратам И где воцаряется безбожие Абютханам Атармася Где идет Атарма Тадатманам Тогда Тогда Я Сриджам Не схожу Сриджам Тогда я не схожу сам И потом он объясняет В следующем стихе Для чего он не сходит То есть То есть Вот в этом стихе В первом стихе Яда-яда-хи-тармася Это причина почему он не сходит А потом идет Что он собственно делает Когда не сходит Определенная причина есть Почему он не сходит Дхарма Что? Разрушается правильно Дхарма разрушается И Кришна приходит И он приходит для того Паритраная Для того чтобы Защитить Защитить Праведников Саду Винашая Наказать Душкритам Наказать Злодеев Наказать Демонов И Дхарма Самстапанар Дхая Если В предыдущем стихе Приходит Адхарма То здесь он говорит Дхарма Он говорит о том Что нужно Восстановить Дхарму Он восстанавливает Дхарму И наказывает Безбожника Сам Бабами Юге Юге И таким образом Из юги В югу Я Прихожу И тут маленький Очень комментарий Буквально Два предложения Все комментарий Такой короткий Говорится В Бхагавадгите Сказано Что Господь Приходит Чтобы принести Благо Всем людям И уничтожить Асуров Этот стих Связывает нас С Бхагавадгитой И также Он связан Непосредственно С прямым Стихом Из Ищем Адбхагават Это Парибаша Сутра Это Чамшакалам Пумсах Кришнастум Бхагаван Своям Индрари Вьякулам Лакам Мриданди Юге Юге Это у нас тоже Первая глава Только Текст Третий Стих Какой? А? Один Три Не помните? Запишите Тогда Все должны знать Парибаша Сутра Что это за стих Это главный стих Шимат Бхагаван 1.3.28 Это Чамша Акалам Пумсах Это Все эти Амша Полные части Калах Части полных частей До этого Перечислялись Все помните 22 воплощения Кришны В третьей В третьей главе Которая называется Кришна Источник Всех воплощений И он говорит Это либо Полные части Амша Либо Калах Либо части Полных частей Пумсах Пумсах Полный Или Всевышнего Они являются Всевышнего Ну говорится Кришнах Господь Господь Кришны Ту Но Но Кришна Богаван Своям Сам Верховная Личность Бога И Иногда Приходят Индра Ари Что такое Индра Ари Кто враги Кого Ари Это Ари Это не Ари Это Ари Ари Это враги Индры Кого Нет Индры Враги Индры Приводят Потому что Индры Это главный Из полубогов И в основном Демоны против Индры Выступают Поэтому он Говорит Что приходят Индра Ари Индрари Мы читаем Индрари Вякулам Лукам Индра Ари Влаги Индры Вякулам И они Вя Кулам Делают Вя Кулам Вя Нарушают Порядок Нарушают Лукам Причем На всех Планетах и он говорит Мридай-Нди, я защищаю Юге-Юге в разные эпохи да и что Шилапурпада по этому поводу говорит он говорит, что беда заключается в том что все заботятся в этот век век Кали о теле а не о душе нужно заботиться о душе и поэтому в Кали-Югу она такая особая Кали-Юга она очень отличается от предыдущей Юги от Третой Юги отличается от Два Пара-Юги очень сильно отличается еще сильнее от Сати-Юги отличается мне недавно задали вопрос такой спросили а вообще на высших-то планетах есть Кали-Юга, Сати-Юга я начал искать и я у Мадвачари нашел такую вещь интересную которая косвенно подтверждает что там тоже Кали-Юга есть и он говорит интересную вещь он там описывал какие там Апсары есть вот про них он там писал потом про жен полубогов и оказывается они в Сати-Югу у них все нормально а начиная с Два Пара-Юги Два Пара-Юга Третой Юга и Кали-Югу они немножко деградируют потому что в Сати-Югу говорится что они настолько верны своим женам что Апсары не нужны и в Сати-Югу на Райских планетах там нет Апсар просто нет вот этих вот небесных дев, куртизанок и так далее а когда начинается Два Пара-Юга и так далее они приходят и Кали-Юга я говорил что она ну совершенно вот такая вот иная совершенно совершенно другая Кали-Юга отличается потому что в другие Юги вот все воплощения ну многие воплощения по крайней мере мы которые знаем Господь приходит чтобы демонов демонов убивать вот он как Несимхадеев например приходит как Господь Рамачандра приходит демонов как Парушурама как Господь Вепрь и так далее а в Кали-Югу нет он не убивает демонов даже как Будда он приходит он не убивает демонов он как-то их пытается он дает им ложную религию но чтобы как-то умиротворить всех чтобы они сидели медитацией занимались чтобы они вот и как Господь Читания он приходит как Господь Читания он приходит чтобы чтобы уже уничтожить демонов внутри сердцах потому что потому что в Кали-Югу демоны у каждого сидят в сердцах ну у каждого у одного такой демон как там говорится о четырех видах демонов и вот эти вот четыре демона четыре вида демона они в Кали-Югу процветают мутхи первые мутхи что они делают мутхи да это просто вкалывают и вот эти вот работяги это не нужно думать что это шудера который тачку все время туда-сюда таскает нет на всех уровнях на всех уровнях так называемых классов есть такие среди шудера они есть они вот просто тупо работают и не знают зачем вот так же они есть среди среди вайш постоянно работают торгуют днем и ночью уже сейчас магазины ночью даже работают потом среди кшатриев тоже такие есть мутхи то есть они вот так вот работают работают и говорится или ученые например так называемые ученые они тоже работают работают мало едят мало спят работают работают и при этом смотрите Видите, они все работают, и у них нет времени. Вот как мне преданные рассказывали, они были в Корее, в Корее распространяли книги. И там есть разные улицы, и там разные люди ходят. Есть такие простые люди, есть такие очень солидные люди. И в основном они все говорят, бизи, 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 занят, занят, занят. Нет времени, нет времени. То есть, они, почему они демоны? Потому что у них нет времени для того, чтобы обратить свое лицо к Богу. И Бог для них это работа. И вот они вот в этом демонизмах проявляются. Второе, Нарадхамы. Нара, Нара это Адхама. Нара Адхамы. Нара это кто? Люди, да. Адхама кто? Какие люди? Это низшие из людей. То есть, низшие из людей считаются в ведических временах те, кто просто прожигает свою жизнь и наслаждаются. Просто чувственное наслаждение. Предные очень часто, очень часто у них вот эти вот желания, желания всплывают. И говорят мне, Махараш, я устал от преданного служения. Я устал от преданных, я устал. Вот. И мне надо куда-то отъехать. Я там на море давно не был. Мне на море надо куда-то поехать. Вот я на море хочу. Хочу побыть. Отдохнуть от преданных. Это полная майя на самом деле. Потом они после такого отпуска приезжают и где-то полгода восстанавливаются. Им где-то полгода нужно, чтобы потом снова мантру начать читать. Я уже знаю, чем эти отдыхи заканчиваются. Ничем хорошим не заканчиваются. Я им говорю, езжайте в Индию. Это смена деятельности должна быть. Море вам хочется. Вот, Джаганатхапури, там, океан. Все. Все то же самое, но в сознании. Но в сознании, конечно. Зачем это нужно? Нарадхамы. И третье. Майя пахрита. Это вот такой демон сидит у преданных. Хочется понаслаждаться. Это демон. Это реально сидит демон. А преданные, у которых нет времени на преданное служение, у них сидит мудха в сердце. У них нет времени. Нет времени мандру там читать. На лекцию по Багову там прийти нет времени. Это мудхи. Это тоже вот среди преданных это проявляется. Или Майя пахрита гиана. Майя пахрита гиана. Майя. Майя. Пахрита украла. Украла настоящую гиану. Истинное знание украла. И у преданных это тоже проявляется, когда преданные начинают увлекаться, увлекаться изучением шастр, но нигде это не применяют. То есть, это знаете, шастр ради шастр, изучение ради учения. Шила Парпада говорил, у нас практическое, мы, движение такое практическое, мы изучаем шастр для того, чтобы их применять в своей жизни, для того, чтобы духовно прогрессировать, для того, чтобы, для того, чтобы проповедовать и так далее. Вот для этого нужно. А есть некоторые, они как-то погрузились в это, и они не проповедуют, хотя бы предным бы проповедовали. Потому что предным тоже надо проповедовать, с предными надо делиться. И вот так вот, вот этот демон, майя пахрита гиана, он тоже у предных проявляется. И ассурам, бавам ашритагам, это уже, знаете, это уже такая враждебность к преданным. Она тоже у некоторых предных проявляется. Как она проявляется? Когда к предному просто обращаешься, ну, за помощью, или просто, он сразу в ответ наезжать начинает. Вот есть, вот такое вот, я, к сожалению, не увидел, такое вот есть. Ему вроде бы так нормально говоришь, а это почему там? Он сразу наезжать. То есть, то есть, эта демоническая природа находится, такие преды находятся в состоянии постоянной защиты. И поэтому вот эти вот четыре, четыре признака материальной жизни, это нидра, да, что такое нидра? Сон. Нидра, сон, да. Потом, матхунья. Что это такое? Да, совкупление. Да, совкупление. Сейчас. Так. Сон, секс. Что еще там? А? А, еда, еда, еда. Ахара. Ахара, это еда. А, и последнее, это, это, бхая, это оборона. Видите, какой язык интересный. Бхая, это страх, и он же относится к обороне. Это вот оборона. То есть, это говорит, если преданный ходит в состоянии такого обороны, это значит, это значит, он считает, что его окружают враги. Даже преданные враги. Это вот такой вот, вот такой демон сидит. Преданные, это враги. Вот. Это вот проявляется. И это все, это все анархи, которые в нашем сердце нужно разрушать. И, как правило, вот такие вот преданные, они даже, знаете, я даже и вижу, они занимаются в служении, много занимаются. И почему у них вот эта вот оборона, оборона проявляется? Откуда она берется? Ведь какая-то причина должна быть. Я заметил одну проблему. Особенно, к сожалению, я даже некоторым гуру задавал такой вопрос. Что это такое? Он говорит, это везде проблема. Это проблема везде. Это те, кто поклоняются божествам. Их мы не видим. Их мы не видим. На лекциях не видим. Их не видим. На киртонах не видим. И зачастую они вот в таком состоянии, наоборот, находятся агрессивные немножко такие. Просто нет правильного, нет правильного развития. Или предные, например, погружаются, погружаются в какое-то служение, в менеджмент, например, да? И мы их не видим, мы их не видим тоже, не видим на лекциях, мы их не видим. Мы их не видим на киртонах, не видим. То есть, вот эта вот важная анга, важная анга, она уходит. И они тоже находятся в таком напряженном состоянии, обороны находятся. Не трогайте меня, не трогайте мое предное служение. Понимаете? Даже преданные, которые распространяют книги, у них тоже такое бывает. Но Кришна устраивает, вот Он к ним особую милость проявляет, Он забирает у них результаты. И они не могут распространять книги. Если они не ходят на Бхагаватам, если у них нет Шраванам, Киртанам, чтения книг, они не могут. То же самое и другие преданные, которые хотят искренне выполнять какое-то предное служение, если они не ходят на Бхагаватам, они не ходят на Киртан, они слабеют. И они топчутся на месте, у них ничего не получается, они что-то хотят сделать, и у них вот, они могут какие-то проекты, могут их вынашивать годами-годами, у них ничего не получается. Почему? Потому что мы их не видим на киртанах, мы их не видим на лекциях по бхагаватам, у них нет вот этой наполненности, и им нечего дать, они не могут это использовать при этом в служении. То есть они не аккумулируют эту духовную силу, чтобы потом ее использовать, или что? Правильно, кому-то дать. И Кришна, их надо убивать, этих демонов надо убивать. Но в Кали-югу люди слабы, если этих демонов прям сразу убить, они поумирают все. Кришна говорит, я пришел, чтобы наказать, если бы Кришна пришел бы сейчас, он бы просто всех бы наказывал, он бы убивал бы всех, чакра только летала бы везде. И поэтому это бесполезно. Кришна в Кали-югу не актуален, Кришна. И даже поклонение божествам Рады и Кришны зачастую ставят шище-гварнитай, потому что сложно поклоняться в Кали-югу. Радхи и Кришну очень сложно повторять. Стандарты очень высокие. Но шище-гварнитай, они прощают. Шище-гварнитай прощают. Они очень многое пропускают, очень многое мимо пропускают. Всякие ошибки, оскорбления пропускают. И поэтому Господь Читания, Он убивает демонов в нашем сердце. В нашем сердце. И только от нас желание, хотим мы их убить или нет. Если мы их хотим убить, Он нам дает вот это оружие. Он дает нам святое имя, чтобы мы громко, с энтузиазмом повторяли. И представляете, Кали против этого, Он борется. И знаете-ка, я недавно узнал, как Он борется. Как Он борется. Кали, Он же может где-то усилить человека. Например, усилить человека, Он может. Чувства станут, они такими очень податливыми и сильными в направлении чувственных наслаждений Кали может сделать. И это Он воздействует на тело, воздействует на чувства. Я недавно, знаете, узнал, что Кали, Он действует на чувства. Вот, например, мы говорим «Святое имя». И когда мы громко повторяем «Святое имя», громко поем «Святое имя», оно очень сильно проявляется в сердце. Оно уничтожает вот этих вот демонов всяких. Анархию уничтожает. И Кали воздействует таким образом, что преданные не могут выносить громких киртонов. Не могут. Они говорят «У меня голова болеть начинает, у меня там уши закладывают» и так далее. Смотрите, это Кали, он вот так вот действует. Он воздействует вот на это тело, на вот это грубое тело вот таким образом воздействует. Все делает, чтобы мы только громко не воспевали. А еще лучше воспевать вообще в уме, чтобы вообще никто не слышал. Нет, но живое существо, чтобы не слышало. Понимаете, вот так вот интересно очень Кали на нас воздействует. И поэтому для того, чтобы вот этим демонам представлять, мы поклоняемся Господу читаний, поклоняемся, просим Его о милости. В читании «Черетамрити» есть знаменитый текст. И самое интересное, что когда мы медитируем на этот текст, этот текст начинает работать. Я его, к сожалению, вот так вот сразу сходу не помню наизусть. Но я его зачитаю. Это им пользуются Виджай Прабу. Виджай Прабу у нас является министром Санкиртаны. Он рассказывал интересную историю такую. Он такой стих часто повторяет. Это Ади Лила, читание «Черетамрита», Ади Лила, 14.1. Он говорит «Катханчана, так или иначе?» Смирте, благодаря чему? Памятованию. О ком? Чайтаням, Господу, Шичтане, Махапарабу. Благодаря Ему, памятованию о Нем. Душкарам. Душкарам, что такое? Душа – это что-то такое нехорошее, да, душа? Хотя для преданных душ – это нормально, утром особенно. Душ – это нехорошее для преданных, когда это горячий душ. Когда холодный – это хорошо для преданных. Душ. Душ. Что-то нехорошее такое. Трудное. Трудное переводится. Душ. А кара? Что такое кара? А? Что? Кара – это кара, да? От лова покарать. Ну-ка, что такое кара, а? А? Как виноватый. Какой виноватый? Как душкарата виноватый. Нет. Кара. Кара – это действие. Кара – это действие. И душкара – это трудные действия, или трудности, или трудные вещи, что ли, их вот переводят. А сукаром, было душкаром, трудные, а сукаром, что это такое? Легкие, да. То есть, трудные вещи, они становятся, они становятся легкими. И он переводится этот стих так. Для того, кто помнит о Господе читания Махапрабу, самые тяжелые дела становятся легкими. А для того, кто не помнит о нем, самое легкое дело становится необычайно трудным. Шичитание намамитам. И поэтому я в почтении склоняюсь перед Господом Шичитанием Махапрабу. Вот у кого трудности идут, берите его и читайте этот текст. Прямо читайте его. Читайте его, медитируйте на него. Не можете помолиться Господу читания. И Махапрабу рассказывал историю, он распространял книги в одном студенческом городке. Студенческий городок, аэропорта, это вот такие в Америке очень хорошие места считаются. И еще рок-концерты, они там очень много книг распространяют на рок-концертах. Как какой-то знаменитая группа американская выступала, и там одного лидера звали Боб. Нет, это вот более современные, более современные. Сейчас, ладно, не медитируйте, не медитируйте. Медитация включилась, там это самое, зашевелились самскары какие-то. У кого-то я увидел блеск в глазах при слове рок-концерты. Не медитируем на это. А кто-то при слове рок-концерты, так это, таки марить начал. Вот. И тоже история такая. И этот предный, это предный один, я не помню, как его звали. Он пришел на рок-концерт, и у него манта такая была. Он знал имя лидера рок-группы, и он говорил, что берите эти книги, эти книги, этими книгами интересуются даже такой-то, такой-то. И вот он пришел пораньше, и там пораньше народ стекается, они пораньше приходят, места там занимают. И идет группа ребят. И он говорит, ребята, берите. Говорит, Боб, говорит, Боб интересуется этими книгами, Бобу интересны эти книги. Они останавливаются и говорят, Боб, что, действительно что ли тебе интересны эти книги? Он говорит, ну-ка дай посмотрю. Посмотрел. Да, говорит, хорошие книги. И они все взяли. А это он приехал в студенческий городок, в Виджай-Парабу. И подходит охранник, обычно никогда не останавливают, как-то там так лояльно относились. Прям потоки студентов, он прям столик ставил, и студенты останавливаются, он распространял. А тут ему не разрешили. А он говорит, а как можно получить разрешение? И тогда охранник говорит, нужно у ректора, нужно у ректора попросить разрешение. Если она разрешит, то ради бога. Ну, что делать? И он пошел прям к ректору. Это большой человек. Целый университет огромный, там тысячу и тысячу студентов учатся. Сотни и сотни преподавателей, если не тысячи. И там секретарша сидит. И это оказалась женщина, ректор этого университета. И он объяснил. Она говорит, ну, говорит, я к ректору вот о вас, она большой человек. Я к вас, конечно, не пущу к ней, но сама ей объясню, в чем проблема. И он ей рассказал, книги показал, эта секретарша все рассказала, что вот я хочу пораспространять и так далее. И когда она вошла к ректору, он вдруг вспомнил этот стих. И он вспомнил этот стих, прочитал, что даже самое, ему показалось, он сразу подумал, что сейчас она войдет и по-своему как-то начнет объяснять. И, конечно же, директор откажет. Это на сто процентов. Если бы он сам бы зашел, он как-то мог бы поговорить с ней, тропинку к сердцу найти, как-то зацепить ее мог бы. И ему ничего не оставалось делать, как вспомнить, просто медитировать на Господочитанию, что самое трудное дело может быть самым-самым простым. И вдруг она выходит и говорит, директриса разрешила, я ей все объяснила, и она сразу же согласилась. И потом еще добавила, вот видите, это так просто. Я услышал через нее, что Господь Читания мне рассказал. Это так просто. Хари Кришна. Может, вопросы какие-то появились. Интернет. Интернет пробул. Там что-нибудь говорит. Да, пожалуйста. Дайте микрофончик, пожалуйста. Хари Кришна, Мухараш, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот Вы рассказывали про человека, который находится в состоянии обороны, ну вот про предного. И как быть, если в моем окружении есть такой человек, я с ним занимаюсь, ну, соприкасаюсь по служению, вот, но у нас нету близких отношений, и вот как можно ему помочь, может быть, как-то сказать? Надо служить ему, только надо подумать, как послужить, потому что такие люди к ним, они начнут служить, они обороняться еще начнут. Нужно просто медитировать, что ему, ну, прямо вот нужно. Мне рассказывали про одного пуджари, он тоже в таком состоянии был. И один преданный, он хотел как-то его, чтобы, ну, как-то с ним общаться, можно было так нормально, хорошо. Вот, и он начал медитировать, в чем он нуждается. И он понял, что ему нужны манджари. У него не хватает, постоянно не хватает манджари. А у него были манджари. У него были манджари, он знал, где их брать. И он начал ему эти манджари. Он все время, ой, спасибо тебе большое, ой, спасибо, спасибо, спасибо. Вот, и все, оборона снята. По крайней мере, вот с ним оборона снята. Поэтому нужно промедитировать, где у него трудности, где ему помощь нужна. Может, какую-нибудь мелкую помощь предложишь, может отказаться. Это состояние обороны может продолжаться. Но если где-то сильная помощь нужна, она ему настолько нужна, что он снимает эту оборону и не может согласиться принять. И тогда уже контакты дальше пойдут. Дальше пойдет развитие отношений. Да, еще вопросы? Сюда, интернет. Быстрее, 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 быстрее. Вопросы от Матыши Евгения Кащеевой. Харе Кришна, дорогой Махараш, пожалуйста, примите мои поклоны, вся слава Шри Брападе. Позвольте задать два вопроса. Она, наверное, в духовном мире, наверное, тоже вопросы только парами задает. Первый. Как научиться воспринимать окружающие ситуации с позитивом? Как научиться? Это нужно медитировать на этот стих. Как он начинается? Память совсем не подошла. Нужно искать Господа везде. Шугадава Госвами говорит, везде. И это один из самых главных стихов Шримад Бхагава. Это четвертый стих Чатуршлоки. Это четвертый стих. Шлока 2, 9, 33, 35, по-моему, или 36. 36, да? И там говорится, что Господа нужно постоянно искать в любых ситуациях, в любых... Везде, всегда и повсюду всегда искать. И то же самое имеется в виду. Не только искать. Не только искать, например, летишь в самолете, и в самолете, где же тут Бог? Или под землей, например, в метро едешь, ищешь Бога. В подводной лодке, например, или еще где-нибудь. Его нужно искать также в обстоятельствах. И вот этот ответ на этот вопрос нужно вести везде, в любой ситуации, искать Господа, искать Кришну. И когда мы хотя бы поймем, что Он везде присутствует, даже в ситуациях Он присутствует. Не только в каждом атоме Он присутствует. А Он даже в моих мыслях может присутствовать, в моих желаниях может присутствовать. И так далее. Везде Его нужно искать. И когда мы в любой ситуации научимся видеть Господа, что Господь устроил эту ситуацию, нам намного легче будет позитивно к ней отнестись, потому что Кришну устроил эту ситуацию. И Он устроил эту ситуацию ради нашего же с Вами блага. Вот. Какой второй там? Второй вопрос. Как следует общаться с неуравновешенными и вспыльчивыми людьми? Как вести себя с человеком в гневе? Вспыльчивость, гнев – это проявление демонизма. И Мат и Мат и Кари, он по-разному относится к разным личностям. Господу проявляет любовь, к предным он тоже проявляет, дружбу, любовь проявляет. Невинным – он милость дает, он проповедует невинным. И демонов он избегает. Вот если есть такие люди с таким демоническим настроением, милость для них – это просто их не раздражать. Держаться с ними на таком расстоянии, на нераздражительном, на нераздражительной дистанции. Вот держишься на расстоянии, он нормально себя чувствует, комфортно. Как только в его зону начинаешь, входить. И он напрягается. Значит, не надо его напрягать. Надо вот эту дистанцию держать. Да, еще? Да, пожалуйста. Харик Кришна, вопрос хотел задать насчет, вот сейчас спрашивали, демонизма. То, что внутри каждого из нас, ну не каждого, у многих демонов сидят. Да, каждого, можно сказать. И как взаимодействовать тогда, если вот мы, как сказать, хотим сотрудничать, и в итоге все равно просыпается это. Сам процесс таков. Ну, что делать, я понял. Вопрос, что делать, как? Как с этим, да, справляться? Что делать, как справляться с этим? А вопрос в том, что это в других, или это во мне? И в тех, и в других. Ага, и в тех. Что в любом случае, там и там просыпаются. Есть такая шлока знаменитая, в Бхагово там. Анардха пашамам сакшам бхакти-йогам адокшажи. Лукасия джанату бидвамш чаккарисат пата саммитам. Анардха пашамам сакшат. То есть, бхакти-йогам адокшажи. Бхакти-йогам адокшажи – это бхакти-йога адокшажи, другими словами, или предное служение адокшажи, или другими словами, упростим, предное служение Кришне. Вот преданное служение Кришне, сам этот процесс, он настолько совершенен, что анардха пашамам сакшат, он уничтожает вот эти вот анардхи. Вот эти демоны, это и есть анардхи, нежелательные вещи в нашем сердце. Гнев, вожделение, зависть, жадность, Мохаммада там и так далее. Вот они есть. И сам процесс, если нас, если нас, то сам процесс преданного служения, он все это уничтожает. Только единственное, нужно не забывать какие-то вещи, про них не забывать. Намаручи живодой овачного сывана. Не забывай, что мы должны развиваться гармонично. То есть у нас садана должна хорошая быть обязательно. Если что-то из этих трех мы упускаем, то тогда что-то у нас не работает. Или у нас на руки не работают, или у нас ноги не работают, или у нас голова не работает и так далее. Что-то отключается. Первое – это садана, это святое имя. Это нужно работать, работать, работать над святым именем. Рано вставать, повторять мантру, мангларати проводить, сюда приезжать. Если не можем сюда приезжать, дома обязательно проводить мангларати. Второе – это служить преданным. И третье – это проповедовать. Потому что если что-то мы не делаем, например, не проповедуем или не служим преданным, мы уже гармонично не развиваемся. Как ребенок, можно сказать, ребенок развивает гармонично. У него все части развиваются нормально. А негармонично развивается ребенок, если, например, он сидит, и у него парта вот такая вот кривая. И он так сидит, и у него все, он уже кривой. Он уже становится кривым, он негармонично развивается. У него позвоночек искривляется. Или, например, одна нога короче другой, сантиметров на пять, и все, он уже другой, он уже как коллега становится. Или, например, у него не два глаза, а один глаз, не одна ноздря, не две ноздри, а одна ноздря. Не два уха, а одно ухо, например. Не две руки, а одна рука, например. Не две ноги, а одна нога. И он ненормальный, он негармоничный. И точно так же, если мы не будем гармонично развиваться, учитывая, наморучиваешь на вас, эвои, дживадоя, вот мы такими предными будем. А по отношению к другим, как с ними взаимодействовать, если у них вот это вот есть, нужно просмотреть, у каждого предного есть сильные стороны и не очень сильные стороны. То, что ему нравится, и то, что ему не нравится, например. Если, например, предному не нравится распространение книг, и вы будете ему говорить, что надо, давай, давай. Он раздражаться будет. Лучше как-то вот постепенно это, постепенно сделать. А ему, например, нравится просад готовить. Вот общаться на эту тему и служить с ним. Взгляд у вас такой потуший, очень потуший. Такой невдохновленный, надо вдохновленным быть. Это на самом деле, это путь. Это путь на самом деле. И поэтому нужно знать, что вдохновляет предных. И вот на этой волне нужно общаться. Если от преданного или от человека ушла жена, и вы начинаете ему говорить, какая она там сейчас счастливая, как все у нее хорошо, как у нее замечательно. Вот это больные струнки. Не надо задевать больные струнки. Не надо. Надо вот, что вдохновляет предного, о том с ним говорить. Хорошо, я остановлюсь на этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!